К новым условиям севастопольские таможенники адаптировались быстро. Можно сказать, что это действительно достижение. Мы прошли психологический рубеж. Один миллиард рублей мы перечислили в казну, а именно точная цифра на сегодняшний день составляет 1 миллиард 30 миллионов. 967 миллионов из этих денег пошли в городскую казну. 67 миллионов поступило из Севастополя в федеральный бюджет. До сентября в городе импортные операции превалировали над экспортными на 40%. Ввозили в основном стройматериалы для гостиничных комплексов. Осенью ситуация кардинально изменилась. Экспорт превысил импорт на 30%. Вывозят через севастопольский порт, как правило, зерновые. Внешнеторговый оборот через таможню за полгода составил 103 миллиона долларов США. Грузооборот чуть более 120 миллионов тонн. Таможенные органы контролируют не только грузы. В зоне их внимания также ремонт иностранных судов на территории Севастополя. Таможенная служба осуществляет контроль за законностью совершения всех операций, соблюдение требований закона и, соответственно, обеспечение соответствующих в случае необходимости налогов, бюджетных поступлений. Сейчас под контролем севастопольских таможенников ремонт пяти иностранных судов. Не только люди в форме привыкают к новым правилам работы. Для того, чтобы и бизнесу было проще усвоить нормы законодательства Таможенного союза, ведомство создало общественный консультативный совет. А вот на работе четвероногих представителей кинологической службы таможни новое правовое поле пока никак не сказалось. Основная их задача – борьба с контрабандой наркотиков – выполняется тем же инструментом – безупречным собачьим чутьем. Впрочем, кинологи предполагают, что, например, если подорожают табачные изделия, могут участиться в случае их контрабанды. Тогда собакам придется выучиться распознавать еще один запах. Но у четвероногих переходный период будет очень коротким. Две-три недели, месяц в среднем где-то. За полгода ни одного случая контрабанды наркотиков в Севастополе не зафиксировано. Но другие нарушения есть. Трижды не соблюдались таможенные правила при перевозке транзитных грузов, которые следовали на Украину. Составлено 42 административных протокола. В том числе есть протоколы в отношении временно везенных транспортных средств гражданами Украины. Речь идет об автомобилях, которые пересекли границу с Крымом. Временный ввоз транспортных средств личного пользования, ввозимых иностранными физическими лицами, осуществляется без налогообложения сроком до одного года. В случае, если граждане нарушат этот срок, они привлекаются к административной ответственности. Чтобы избежать штрафов, нужно вовремя обратиться в таможенные органы с заявлением о продлении срока пребывания авто на территории Таможенного союза. Ирина Саркисова, Павел Красиков, Севинформбюро.